Привет, ребята! Представляю вашему вниманию корпус Zalman ZM-T4. Вы посмотрите, насколько он красив. Отличный корпус. Стеночка, которая позволяет установить два кулера по 120 мм. Фильтр внутри. Задняя панелька. 80 мм. Или 92 мм. Просто огонь. Посмотрите. Zalman делает хорошие, дешевые корпуса. С которыми приятно работать. Приятно трогать руками. Собирать железяки в них. Что у нас внутри корпуса? Единственный минус этого корпуса, что сюда не войдет материнская плата. Full ATX. Просто у нее нет места. Но маленькая удаленькая мамочка сюда войдет прекрасно. Меня удивило расположение жестких дисков. 3,5 дюйма. Не горизонтальные, а вертикальные. Но не страшно. Пускай будет. Установка 2,5 дюймов. Можно установить двумя типами. Сюда одну. Здесь есть салазочное место. Вот такая вот система крепежа 2,5 дюймовых устройств. Вот здесь есть такие пупырышки. Здесь и здесь. Которые попадают в пазы устройства. Здесь правда не в фокусе, но не страшно. То есть их не обязательно с двух сторон закреплять. То есть вот так вот. Вот он уже защелкнулся, держит. Заталкивать до конца и уже прикрутить для надежности болтами. Вот такой вот отсек для крепления 2,5 дюймов. И на другой стороне корпуса тоже есть место, куда можно установить устройство 2,5 дюйма. По умолчанию кулер идет... Все-таки это 92. Эта полоска меня радует. Сюда можно установить CD-ROM. Панель придется оставить, чтобы не нарушать композицию. В передней панели только USB 3.0.1 порт, USB 2.0.1 порт, наушники, микрофон. Впереди тоже, наверное, можно установить вот так выглядит передняя панель. Сюда можно установить 120 миллиметров кулер. Производитель позаботился, установил фильтр. Мягенький. Прямо аж на болты. Единственный косяк этого корпуса вот это слабые кнопки. Если у вас корпус расположен таким образом, что кто-то может на него облокотиться, или вы сейчас сюда запускаете руки для установки USB устройств, то вот эти кнопки, они очень нежные. Особенно вот эта кнопка выключения. Случайно зажав во время работы, компьютер у вас просто выключится. Слабые кнопки, которые чуточку выступают. Если бы они были утоплены, то было бы проще. Крепеж блока питания, нижнее расположение, вентилятор внизу. И чтобы он не сосал грязи, залман позаботился о фильтре. Устанавливает вот так снизу фильтр. Установить видеокарту большого размера, максимального размера, 27 сантиметров. Возникнут затруднения, такие как видеокарта будет мешать проводам, а видеокарты маленькие войдут сюда легко. Вот, убедиться. Легко. Это видеокарта размером 20 сантиметров. Вот так вот войдет сюда видеокарта. Вот такой экспресс-обзор прекрасного корпуса Zalman ZM-T4. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи. Пишите письма.